приветствую всех сборка 4246 новый игровой системный блок стоит системник 138 тысяч рублей ровно и в этот бюджет мне кажется это самое лучшее предложение на рынке потому что если его пересчитать сейчас по ценникам dns либо стеллинг то он выйдет в районе 200 тысяч даже с учетом того что цены все взлетели но его как можно посчитали дешевле насколько это возможно radeon rx 600 на 8 гигабайт фирмы power color стоит сейчас под те же 130 тысяч если перейдете на сайт city link а мы ее посчитали за 67 500 это видеокарты из старых запасов когда карточки нам доставались по 50000 мы естественно на них сейчас ценник повысили но поверьте вот как только у продавца эти видеокарты нам просто их неоткуда будет брать поэтому в любом случае даже если какие-то старые запасы есть мы ценники все равно повышаем потому что живем все-таки сегодняшним днем они вчерашним но все возможное мы делаем 10 700 f на днях мы приобрели у клиента с рук новый процессор новая материнская плата и благодаря этому клиенту получилось собрать такой системник ниже рынка корпус у нас deep cool matrix 50 на закаленном стекле довольно-таки широкий корпус идеально здесь прописалась просто монструозная башня корпус на закаленном стекле стекло прикрыто сверху металлом спереди панели 3 вентилятор на вдув имеет собственный контроллер rgb подсветки также можно подключать это все на материнскую плату и синхронизировать например у нас подсветка блока питания и вентилятора на кулере процессора подсвечивается от контроллера материнская плата но кулера корпуса подсвечивается от контроллера корпуса процессор intel core i7 10 700 f это процессор который имеет 8 ядер 16 потоков базовая частота 2 и 9 turbo boost и до 48 гонится по одному ядру на все ядра доступна частота 46 вот чтобы эти 46 гигагерца на долгосрок работали требуется хорошие дорогие материнские платы чтобы они не ограничивали процессор 65 ватт то есть теоретически любой не каждый процессор 65 ваттный но для 7 даже попыток его ограничивать особо нет есть три варианта power limit на данной плате мы выбрали средний вариант башни и примерно на 125 ватт процессор у нас ограничен ну при 125 ваттах процессор в полной мере раскрывается конечно может быть каких-то экстремальных показателей в 3d марки не набрать на этом повер-лимите ну так чтобы процессор работал на 99 процентов своих производительности этот повер-лимит позволяет при этом компьютер остается тихий но чтоб 120 ватт переварить приходится использовать дайон таки массивные башни данном случае у нас айди кулин 226 изначально мы эти башни привозили по 1700 и соки потому что кулер универсальный но 1700 соки сейчас настолько кончился что даже и смысла нет смотреть сторону этих а седьмых и девятых 12 серии и под 11 по 12 10 11 серия практически ничем не отличается небольшая там разница разница по большому счету это вся экспресс версии 4.0 и не всегда она требуется требуется скорее в каком-нибудь radeon rx-6500 xt либо в каких-нибудь ssd накопителях 4.0 сверхбыстрых в остальных вещах этого просто не увидеть основное преимущество таких плат в данном случае у нас плата msi z6 z490 pro это наличие достаточного количества воспитания чтобы прокормить данный процессор причем суда с можно ставить как и 9 так и 7 но если будет стоять и 9 хочется повер лимит увеличить вот так до 200 нужно конечно использовать две колодки до питания процессора чтоб не подгорело но 120 ватт это спокойная 8 пиновая колодка справляется без каких-либо проблем четыре слота оперативки здесь возможен как разгон процессора так и разгон памяти процессор правда должен быть с приставкой кей память у нас kit комплект amd radeon r9 gaming на 3600 мегагерц память профильная эта память идеально работает с интелла с к платформой not на им дне всегда заводится слишком экстремальные тайминги и не всегда вот как-то по опыту amd процессоры с этой памяти справляется но в данном случае 3600 мегагерц да еще за 8000 рублей даже на текущий момент это недорого на плате и штатный радиатор под м2 накопители верхний разъем в нем стоит ssd на 256 гигабайт от фирмы gigabyte такая автология быстро накопить предполагается что здесь еще будет стоять жесткий диск единственно что если этот жесткий сейчас ставить что обойдется примерно 8000 рублей жесткий на 1 терабайт но если есть свой жесткий какой-то со старого компьютера идеальное решение просто его сюда добавить есть разъемы ультра м2 ниже под такой же накопитель также можно поставить desata интерфейсом тут никаких ограничений нет в общем по факту это довольно таки породистая материнская плата которая раскроет потенциал любого процессора 10 серии плата поддерживает и 11 серию процессоров требуется только обновить bios и вот с этим bios он здесь такая засада не пытайтесь z490 а про бездумно обновлять мало допустим имеем такое свойство когда все подряд обновляем и вот данном случае мы на этой плате столкнулись такой проблемой что обновить bios нам пришлось только с помощью программатора возвращать этот bios обратно процессор становится несовместимый я так предполагаю что для 11 серии процессоров bios стоит обновлять выше в данной версии который сейчас стоит она 10 серию ни в коем случае вообще не трогайте то что работает радио на рыбше 600 power color fighter на двух кулерах реализован фан стоп карточка по уровню производительности один в один как ртx 360 те же самые кадры в секунду в играх дают на 8 гигабайт и в эти деньги это просто идеальное решение кстати говоря 70 тысяч видеокарта стоило и два месяца назад когда шоу был майнинга но из-за того что видеокарточки особенно родионы по цене взлетели в два в три раза не из-за повышения доллара а из-за майнинга то сейчас когда ценники взлетели в два раза из-за курса производитель немножко ценники то опустили поэтому если зайти на сайт днс а можно периодически ловить такие видеокарты по вполне меняемым ценникам а вот бюджетные карты как стоили дорого так стали стоить еще дороже скажем так на этой видеокарте на разрешении full hd либо 2k спокойно можно играть во все современные игрушки на высоких настройках графики блок питания мы поставили на 600 ватт фирмы аэрокус айлон этот блок питания имеет сертификат 8 из полю стандарт и для любой современной видеокарты его будет предостаточно как только получаем сертификат на блоке так сразу блок переходит раздел породистых 3d марку на сейчас набрал 8200 попугаев это тот же самый результат как и набирает rtx 3060 очень хорошая породистая машинка красивая тихо и все равно на ниже рынка естественно повторить такой компьютер нам уже не удастся тем более что я посмотрел процессора стоит 36000 оплат таки стоит 18 видеокарт таки в стиленке стоит 110 120 130 поэтому если кто-то решил потратить свои кровные деньги на мощный компьютер у вас есть хороший уникальный шанс купить довольно таки хороший системник ниже нынешнего рынка тем более вряд ли будет что-то дешеветь что-то дешеветь Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok